Всем привет! Меня зовут Кристина, и я думала мы с вами уже знакомы, потому что я учусь в Китае, в North West Polytechnical University, это Сибайгу Юташуя по-китайски, а по-русски это Северо-Западный Политехнический университет. Я в какой-то новой обстановке, да? А потому что у нас сейчас летние каникулы, они длятся с июль по август, поэтому я сейчас дома. И сегодня я расскажу о некоторых фишках, которые я использовала в изучении китайского языка. То есть, что мне помогло? Конечно, это будут какие-то вот, знаете, базовые, потому что, знаете, все гениальное просто, все гениальное просто, это вот надо, наверное, татуировку такую себе набить и запомнить это, потому что чего-то нового вот так сверхъестественного, что я там звонила инопланетянам и говорила ночью, подключайте меня там к этому китайскому языку и вкачивайте мне этот язык, я не делала. Хочу немножко рассказать про свою историю, чтобы вы понимали вообще, как я пришла к этому китайскому языку. Сам китайский язык я учу где-то с 8 лет, но не пугайтесь, самый быстрый рост у меня произошел за два года перед университетом. Как это было? Когда мне было 8 лет, мама такая, английский выучу в школе, поэтому мы с тобой пойдем и попробуем китайский. Конечно, с 8 лет это не было постоянным изучением языка. Я то ходила к репетитору, то не ходила, это было постепенное привыкание к языку. Но что мне помогло? Вот это постепенное привыкание. И сейчас я преподаватель китайского языка, и я понимаю, насколько важно дать себе вот это время привыкнуть к языку. Особенно, извините, к китайскому языку, где вместо букв у нас идут с вами иероглифы, черты, графемы. И твой мозг такой, Кристин, это не слова, это просто какие-то рисунки. Первый бы пункт, я бы отнесла дать себе время привыкнуть. Не нужно себя начинать критиковать, ненавидеть за то, что ты не понимаешь этот язык. Сдаваться на первых порах, когда сложно, это тоже огромная ошибка, потому что нужно дать тебе время. Сказать, да, это сложно, но это интересно. И мы продолжим дальше. Со временем, с опытом вы начинаете уже видеть не просто предложение, грамматику. Вы начинаете разглядывать в этом структуру, потому что, второй пункт, нужно понять, что китайский язык очень структурированный. Вот как весь Китай, как и все китайцы, поживут по каким-то правилам, вот по стандартам и всё такое. Айс. А так и у них язык. Он очень структурированный, систематизированный, и всё там подаётся правилам и пониманию. Вот поэтому просто нужно себе дать время и вот это понимание, что это иная планета. И чтобы обжиться на этой планете, нужно какое-то время. Нужно походить, упасть в какие-то болоты, упасть в рыдмены, понять, что здесь да как, и только потом вы освоитесь. И вот с восьми лет, да, у меня пошёл вот это постепенное привыкание. Я бы выделила второй пункт, это заинтересованность. У меня была заинтересованность в данном языке, потому что для меня это был... Во-первых, это была игра. Пойму ли я этот язык, смогу ли я им овладеть. Вот. Потом второе, это была заинтересованность китайской культуры. Потому что, когда вы изучаете язык, вы не должны изучать только язык как систему какую-то, потому что язык — это культурная особенность страны. А чтобы понять язык, нужно понять культуру. Поэтому совмещайте приятное с полезным, изучайте и культуру страны, и язык. И я думаю, это точно можно выделить как какой-то лайфхак. Лайфхак. Вот. Потому что ты смотришь на людей, и ты начинаешь как будто понимать, углубляться в изучение и самого языка. Вот такой вот нестандартный совет, который я выделила и говорю, кстати, своим и ученикам. Третьим пунктом, чтобы я выделила для себя, это интенсивность. Всё-таки от интенсивности зависит и время, за которое вы сможете обладеть большим количеством знаний и вообще этим языком. Потому что с 8 лет до, получается, 16-ти у меня был репетитор, я ходила 3 раза в неделю, по часу, то есть это 3 часа в неделю. Ну, был прогресс, конечно, был. Ну, прогресса, когда ты систематизированно что-то делаешь, не быть не может. Но какой это был прогресс? Постепенный. Не такой резкий. Потому что я тогда совмещала ещё и спорт, и учёбу, и китайский. Это был какой-то дополнительный для меня язык, не основной. Прогресс был, ну, вот такой постепеньки, постепеньки. И в олимпиадах участвовала, и всё такое, и была активная, вроде нормально. Но, когда я поступила в профильный класс от CCN, это были 2 года просто наинтенсивнейшего изучения китайского языка. Что это дало? За 2 года у меня реально был, вот если прогресс шёл вот так, за 2 года он пац, и очень сильно вырос. Не сам прогресс, а результат. Прогресс просто стал более чётко виден и разорвал вот этот шаблон медленного, постепенного возрастания моего языка, потому что он прям бац, и нормально так повысился. Потому что мы занимались, получается, с понедельника по пятницу 3 раза в день. Там по 45 минут по обычному уроку. Плюс ещё приходишь домой, делаешь домашку и всё такое. То есть, интенсивность я бы тоже выбрала. Потому что, ну, вы понимаете, чтобы чем-то владеть, нужно определённое количество часов. За сколько вы наберёте это определённое количество часов? За 10 лет? Или там за 2 года? Тоже как бы... Зависит это. Четвёртый пункт, что я бы выделила для себя, это уже непосредственно, что я применяю в практике преподавания и что я применяла для себя. Я не люблю смотреть фильмы, но я обожаю читать. Вот. Нужно определить свой тип мышления и свой тип запоминания. У каждого он свой. Познакомьтесь с собой. Поймите, я запоминаю лучше, когда прописываю, или запоминаю лучше, когда просто вот посмотрю на этот иероглиф и разберу его на черты. Мне не помогало разбирать на черты. Мне помогало прописывать. Потому что, когда я прописывала, у меня машинальная память и фотографическая. Вот. Мне это больше помогало. Вознакомьтесь с собой, прежде чем изучать какой-либо язык. Я понимаю, что у меня очень плохая звуковая память. Я не помню тона. Для меня это просто вот дебри, елёные, вообще леса непроходимые. Правда. Потому что, ну, я помню пенинь, я помню, как он пишется. То есть иероглифы я запоминаю отлично. Какие там пенини, ты меня спроси, я вот так буду сидеть, думаю, оооо, что-то полегче. Вот мне с тебя что-то полегче. Конечно, я прописывала. Прописывать важно, потому что там задействуют несколько видов памяти. И письменная, и фотографическая, и машинальная, и звуковая. Потому что, ну, надо как бы, да, говорить, когда прописываешь. Вот. Как бы ты это ни любил, это помогает. Реально от этого есть результат. Что мне ещё помогало? Так как я обожаю читать. Я не люблю смотреть фильмы. Вот все говорят, смотрите фильмы. Ой, я смотрю, смотрю на эти переводы, на эти субтитры. Я думаю, ооо, боже, нет. Что мне помогало? Я это обожала. Вот просто я как маньячка могла это делать. Я любила брать какие-то тексты и прям разбирать, подчёркивать, находить грамматику. Знаете, как Шерлок Холмс. Находить грамматику, подчёркивать. Когда я находила новые слова, я выписывала это новое слово. А потом в Трэн Чайнис набирала это слово. И вы знаете, в Трэн Чайнис есть после этого слова и перевода примеры. Я потом ещё и примеры разбирала. Смотрела, как это употребляется. Попробовала представлять. У меня очень хорошее воображение. Я любила представлять, в каких ситуациях я могу употребить эту фразу с этим новым словом. Да, это очень time consuming. Как бы время затратно. Но это всегда имеет результат. Просто я это любила делать. Я играла с языком. Я не смотрела на него, как на системное образование. Я любила играть с этим языком. Это мне очень помогало. И вот, да, вот такое вот я делала. Может, я сумасшедшая, но извините, сейчас я очень нормально так, да, как бы, и с Китайской поговорить, и на парах спросить, и на паре ответить, как бы, присутствовать. И самое сложное, я бы сказала, вот это босс вообще, босс, которым сталкиваются все. И пройдя этого босса, потом уже как-то и мозг успокаивается, и вот уже набираете тоже какие-то обороты. Это языковой барьер. Он правда присутствует. И как бы хорошо, ты не владела китайским или английским, или любым языком, там, дэ-дэ-дэ с собой. Ты пишешь диктанты, отлично. Ты знаешь слова, ты знаешь грамматики. И ческей у тебя там все, 300 баллов. Ты вот так встречаешься с китайцем, он тебе что-то говорит, и у тебя языковой барьер. Это просто, это вот у меня было. Потому что такой, сейчас скажу не ту грамматику, он надо мной посмеется, он меня не поймет. Да я недостаточно знаю, да мне еще надо много. А я вот забыла это слово. Надо сказать себе. Успокоились, сосредоточились и сказали. Все мы будем поначалу звучать как Сабинина кроссовка. Но знаете, знаете, как бы и Сабинины кроссовки потом в Достоевских дорастают. Главное начать. Там вот так вот смотришь на него и такой, так, ты мне сейчас должен служить. И вот этот страх, он сковывает. Ты не можешь сначала говорить, ты что забыл, ты думаешь, боже, какой позор. Не позор, все с этим сталкиваются, и ничего страшного. Поэтому очень важная языковая практика. Можете даже со мной, с собой перед зеркалом говорить. Вот так вот, ходите, говорите. Ни хао, уху шоу, уху шоу, уху шоу, уху шоу, уху шоу, уху шоу. Очень важная, я бы сказала, практика. Вот такая настоящая живая беседа очень помогает. Но вот это, это главный босс, которого вот ты победишь, и мозг потом успокаивается и спокойно уже употребляет грамматики. Если забываете слово, попробуйте его объяснить. Синонимами, описать, это еще добавляет тебе вот нейронных связей, что ли, в головном мозге. Он прям начинает выстраивать вот эту паутину, и язык становится у тебя как будто твоим вторым языком. И чем больше вы говорите, тем больше вы к нему привыкаете. Тем больше вы его видите, тем больше к нему привыкаете. Чем больше привыкаете, тем больше у вас идет спокойное внутреннее отношение к этому языку. Тем больше мозг успокаивается. Ну, в принципе, этот язык можно уже на подкорку, в сознание, чтобы на нем говорить нормально. Если вы любите слушать музыку, слушайте музыку. Если вы любите смотреть телешоу, смотрите телешоу на китайском языке. Если любите смотреть блогеров, попробуйте найти блогеров Потому что это все равно помогает Практика, это конечно практика, но у каждого языка есть своя тональность Есть своя тональность, интонационная вибрация, вот это все есть Паузу где ставить, где интонацию поднять, где вниз поставить Если вы хотите звучать как носитель, то нужно больше слушать его, понимаете? Можете даже включить серию любимого сериала на китайском языке, с китайской озвучкой Какой-то новый интересный опыт Давать своему мозгу понять, что китайский это не только в книжке Это не только грамматика, это не только новые слова и прописи Это не только занятия с репетитором или всесеном Это нечто большее Это охватывает целую страну, целую культуру, историю, нацию Развлекательные каналы, книги, литература Понимаете, это везде Это, кстати, те самые фишки, которые я применяла в свое время, когда изучала китайский язык У меня до сих пор, кстати, не думайте, что вы до какого-то момента выучите И потом у вас все будет отлично Время идет, и вы привыкаете, привыкаете, привыкаете Но никогда не наступит момент, когда вы полностью выучите язык Давайте признаем, что и русский язык мы тоже полностью не знаем А на этом, я думаю, закончить свой рассказ О фишках, которые я применяла и применяю по сей день в изучении языков Я, кстати, изучаю не только китайский Я бы сказала, я знаю, о чем я говорю На моей практике это проверено И что я хочу сказать? Что моя практика поможет вам Только если вы знакомы с собой и понимаете, что из данных советов вам подходит Особенно про типы памяти, запоминания, любимое шоу Где вы можете найти иностранцев, чтобы поговорить Где, кстати, я нашла иностранца, чтобы поговорить В школе священно нам предоставляли уроки с носителем Они проходили в субботу или воскресенье один раз на неделе А я продолжаю заслаждаться нашими каникулами Потому что скоро новый учебный год И, может быть, увидимся с вами еще Все, всем пока!